Северный город в студии Анастасия Матвеева Сегодня наши корреспонденты расскажут о главных событиях Устелинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего полицейского Сделали шаг к здоровому образу жизни На Ангаре состоялся массовый заплыв Кровический музей готовится к открытию уникальной выставки Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин предложил властям отсрочить взимание собственников платы за капремонт жилья Которая, согласно федеральному закону, начнется с 1 июля этого года По мнению омбудсмена и собственников квартир Федеральный закон, а также соответствующий региональный Вызывают много вопросов Например, областные законодатели дали населению всего два месяца Для того, чтобы определить форму накопления и распоряжения средствами На ремонт, лишив возможности качественно ознакомиться с новой системой Ведь разъяснительная работа с жителями многоэтажек практически не проводилась В итоге у собственников жилья складывается впечатление, что новый механизм проведения капремонта жилфонда Станет очередной кормушкой для чиновников В областном правительстве утверждают, что готовы инициировать поправки в закон При условии конструктивного, а не эмоционального подхода к решению проблемы Устилимский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего инспектора отделения Лицензионно-разрешительной работы межмуниципального отдела МВД Устилимский Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека Осенью 2013 года, являясь действующим сотрудником полиции, мужчина сел за руль своего автомобиля В состоянии алкогольного опьянения Двигаясь по проспекту Мира со скоростью превышающей установленную Он сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу В результате ДТП потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения в виде множественных переломов Уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке Еще на стадии предварительного следствия мужчина признал свою вину в совершенном преступлении в полном объеме И раскаялся в содеянном Кроме того, он частично возместил расходы на восстановление здоровья потерпевшего Эти обстоятельства, а также наличие у подсудимого звания ветерана боевых действий Его неоднократные поощрения, благодарности и награждения медалями в период службы на Северном Кавказе Были учтены судом в качестве смягчающих наказания Также при определении вида размера наказания подсудимому суд принял во внимание мнение потерпевшего Который просил не лишать виновника аварии свободы Кроме того, суд применил к нему дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортным средством на два года 1 июня начинает действовать ряд ограничений на розничную продажу табачной продукции Ее реализация будет возможна только в магазинах и павильонах, и то не во всех Под запрет попадут торговые точки, которые находятся на территориях и в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов В помещениях для предоставления жилищных, гостиничных и бытовых услуг Владельцы же магазинов и павильонов, в которых разрешена продажа табака, должны будут соблюдать определенные правила В частности, в торговом зале будет запрещено выкладывать табачную продукцию на витрины О том, есть ли сигареты в продаже, покупатель сможет узнать только из специального прескуранта За нарушение перечисленных ограничений и запретов предусмотрен административный штраф от 5 до 50 тысяч рублей Уже восьмой год, в первое воскресенье мая, в рамках марафона здоровья на берегу Ангары, организовывается массовое купание Идея эта принадлежит просветительскому центру «Сияние» Далее в репортаже Погода в этот день выдалась хмурой и даже морозной Но, несмотря на это, участников заплыва в ледяной воде оказалось не так уж мало Многие из них собираются на берегу Ангары каждое воскресенье в любую погоду А люди, которые просто лежат на диванах, и чтобы их поднять, чтобы заставить пойти в спортзал, чтобы начать закаливание С поликлиникой номер два мы подготовили раздаточный материал, пошаговое закаливание, разного вида закаливания Традиционный заплыв открыли женщины с большим стажем купания в ледяной воде Давно вы так вот моржуете? Да, уже 16 лет, 17-й Как себя чувствуете? Нормально А почему решили заняться? Потому что болела, пришлось, был бронхит, воспалением легких болела Как относится в семье к вашему увлечению? Нормально, и который раз, если не иду, то говорят, ты что сегодня не идешь купаться? Пожелаю, чтобы люди занимались этим купанием, оно дает хороший эффект для здоровья Сколько вы уже занимаетесь? 11 лет купалась, но три года не купаюсь, ноги заболели Обливаюсь, прихожу, зимой я сюда в костру хожу, каждое воскресенье суп варим, кипятим чай, чай пьем Мужчины тоже не отставали от отважных женщин Приехал сегодня специально закалиться на берег Ангары Это очень полезно Закаляюсь каждый день уже на протяжении многих лет холодной водой дома В бане Так что сюда вот первый раз пришел, но думаю, что это начало Теперь здесь буду ходить постоянно Вы знаете, ощущения какие? В здоровом теле, как говорится, здоровый дух И вообще драйв, экстаз вообще такой, где-то такой заряд бодрости Я каждый раз здесь, каждую неделю получаю, как и сейчас, а в очередной раз Пример взрослых оказался заразительным Впервые окунулся в холодную воду 12-летний Данил, который пришел сюда с бабушкой Как ощущения? Отлично Вот первый раз приехали, в следующий раз, поэтому понравится, еще приедем Может быть, я скупаюсь Основная цель организаторов весеннего заплыва – привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни И тем самым сократить очереди в поликлиниках А для этого надо лишь сделать первый шаг Хочется поблагодарить организаторов, что мы здесь все встретились Потому что в городе много людей купается И в проруби, и в море, вот в Ангаре Но сегодня собрались разные Разного возраста и маленькие, взрослые Устелим за здоровье Как оказалось, у любителей данного экстремального увлечения есть своя заветная мечта Я побывала в прошлом году осенью в Хакасии на заплыве на Енисеи Там были моржи с разных регионов И вот у меня мечта, чтобы мы, Устелим, приехали на такой же заплыв аналогичный Со своими флагами, со своими девизами, со своими ангарскими песнями Приглашаю особенно молодежь, потому что молодежь инициативная, позитивная у нас Завершился массовый заплыв традиционным чаепитием Во время которого бывалые моржи давали ценные советы по закаливанию Без сомнений, в этот день команда любителей экстремального плавания пополнилась Наталья Иванишина, Александр Килин, информационная программа «Северный город» Вы смотрите информационную программу «Северный город» Мы продолжаем наш выпуск Краеведческий музей готовится к открытию уникальной выставки «Пакт Рериха. История и современность» Устелим стал вторым городом Иркутской области Где будет работать выставка, подготовленная Международным центром Рерихов И комитетом по сохранению их наследия В чем уникальность выставки и почему ее нельзя пропустить Узнавала Анна Парфений В Краеведческом музее волнительная атмосфера Все сотрудники заняты важным делом И переживают, как перед ответственными экзаменами Тому есть объяснение Предстоящая выставка – очень значимое культурное событие Учитывая международное значение данной выставки Конечно, наш музей, город Устелимск Считаем большой честью принять эту выставку Наряду с такими организациями, как ООН и ЮНЕСКО И учитывая то, что 2014 год объявлен в России годом культуры Конечно, очень важно, что такая великолепная выставка работает в нашем городе Устелимск, Ангарск и Иркутск – всего три города в числе счастливчиков Выставка международного значения уже с успехом прогремела в Европе и Америке В январе она стартовала в Москве И спустя пять месяцев уникальная коллекция В полном объеме сопроводительными материалами у нас в Сибири 76 работ лазерных копий высокого качества Которые включают в себя баннеры, фотографии памятников культуры И копии работ Рериха Я думаю, оценят, потому что наш город – город высокой очень культуры И горожане отлично понимают, что такое пакт Рериха Что такое культурное, историческое наследие России И выставка будет пользоваться огромным успехом Я в этом не сомневаюсь ни одной секунды Выставка проходит под паттернажем Министерства культуры и архивов Иркутской области А также при поддержке мэра города Устелимска Владимира Ташкинова Главе города, а также музею Центральной библиотеки Будет передан очень ценный каталог выставки Пакт Рериха «История и современность» Уважаемые устелимцы, мы приглашаем вас в Краевический музей Посетить выставку, которая называется «Пакт Рериха. История и современность» Выставка будет работать с 16 мая по 3 июня 2014 года Открытие экспозиции приурочено к международной акции «Ночь в музее» Всех желающих увидеть мировые культурные ценности Приглашают в музей 16 мая в 21 час Анна Парфений, Александр Килин, информационная программа «Северный город» Для оказания помощи пострадавшим в результате пожара Произошедшего 3 мая в микрорайоне Высотный Открыт спецсчет Его реквизиты вы видите на экране Их также можно узнать на официальном сайте администрации города Распределение собранных средств между погорельцами Будет производиться рабочей группой Созданной по инициативе администрации Напомним, пожар, случившийся в поселке Сибирске Уничтожил 7 домов и 11 надворных построек Люди остались без жилья, личных вещей И права на компенсацию Так как все постройки были возведены незаконно На этом наш выпуск подошел к концу Это была информационная программа «Северный город» Всего доброго, до встречи в следующем эфире Редактор субтитров А.Семкин